всем привет и сегодня мы с вами делаем пиццу сейчас я вам покажу как делать тесто для пиццы норвежский рецепт тесто без яйца в общем берем где-то 9 децилитров муки здесь у меня деление есть это получается где-то вот сейчас скажу это вот где-то вот до сюда получается у нас вот столько 9 децилитров муки мы высыпаем вот в такую штучку потом нам понадобится вот в таком продается у нас это сухие дрожжи вот целый пакетик вот таких сухих дрожжей или аспричу целый пакет вот таких сухих дрожжей туда высыпаем одно чайную ложечку соли обычной соли я добавляю или ас я чуть-чуть сахара так как мне больше нравится тесто чуть-чуть чтобы она была подслащена так извиняюсь в общем с детьми делать видео трудновато правило их заморожено в холодильник вот в общем дрожжи вот такие один пакет ну одну чайную ложку соли сахара по вкусу я делаю так чуть-чуть послаще потом воды вот я вам показывала что здесь девять вот децилитров муки а три воды нужно вот столько будет воды воды туда да и чуть-чуть масла добавляете и все вот это вот перемешиваете масло примерно чтобы не было сухое тесто добавили все естественно нужно будет накрыть у меня есть такая пленка я накрываю вот это все пленкой полотенцем и ставлю подниматься где-то на полчаса вот делали мороженое с детьми апельсиновый сок банан и просто сок и вот сейчас они будут есть очень удобно и экономично не надо бежать магазин покупать в общем ждем пока поднимется тесто и будем снимать видео до накрыла тесто полотенцем и пленкой она поднимается здесь у нас кондиционер стоит он обогревает зимой и поэтому вот тесто даже еще раз пройдемся нам нужно муки 9 дециллитров потом нам нужно будет вот такой один пакетик сухих дрожжей туда немножко соли но соли вы любой я добавляю сахар вы смотрите по своему вкусу кто любит так чуть послаще тесто и мне кажется что так вкуснее дети у меня будет лучше едят потом нужно воды вот 3 дециллитра вот добавить и естественно это забыла вам показать я добавила трасс оливковое масло но можно и обычное масло добавить любое какое у вас есть ну в принципе тесто готово это норвегии используют эти тесто это тесто в основном да как яйцо туда не надо в принципе и молока не надо очень быстро и тесто в принципе получается вкусное вот купили мы такую забыл как называется хлебопрыгалка дети называют сейчас тостер кстати по утрам детям классно делать такие горячие хлебушки обмазывать им горячим шоколадом или чем-нибудь не горячим шоколадом просто шоколадом шоколад тает на хлебе они едят с утра прекрасных накормить ну или что угодно можете положить на теплый хлеб утром дети его с удовольствием что нам понадобится дальше нам понадобится фарш моего заранее с вами обжариваем вот понадобится можете взять колбасу или сосиски вот это называется шинка я не помню как по нашему называется я люблю лук помидору и ананас ананас у меня сегодня нету вот будет лук помидора потом кетчуп кетчуп и вот томатный соус который мы обычно ложим в борщ да забыла сказать еще сыр нам нужен вот но пока я буду обжаривать все вот тесто поднимается дальше покажу и помощник кота и лязко молодец нет пальчиками дырки делать не надо давай катальщик вот мы раскатали тесто наряжаем вот эту колбаску шинке лук сначала мы должны смазать вот он вот этой томатной пасты но вот норвегии используют я как бы не очень люблю мне кажется получается как-то кисловатый я люблю кетчуп на тесто вот вот для мужа раз он любит я нажимаю от ей и конечно же он же не будет знать чем я еще намажу я чуть-чуть добавлю кетчупа для вкуса все ребенок у меня убил пиццу скалкой наделал там кучу дырек в общем чисто норвежская пицца на тесто мы выкладываем томатную пасту потом мы выкладываем фарш на фарш мы кладем вот эту шинку лук помидором ну там и сыр иногда они еще кладут чипсы они любят положить туда и в духовку вот это чисто норвежская ну естественно как мы русские мы делаем вкуснее поэтому я там чуть-чуть добавила кетчуп люблю больше ложек помидоры и еще люблю ложить ананас в кусочки ну там или свежие или уже консервированные так получается вкусней ну и кажется что мы вроде не так потолстеем от пиццы если там будет кусочки ананаса муж говорит что у меня очень вкусная пицца ну врет конечно но приятно так илья спасибо в общем начинаем выкладывать вот так вот получается у нас тесто дай-дай-дай-дай-дай-дай где посмотри ксюшу или ас где ксюша там где ксюша плавают у нас где ксюшу головку помоешь где ксюша стой 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 ой 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 где наша ксюша где она иди посмотри кликни ксюша у меня иди крикни иди крикни а папа Ильяс там А папа Ильяс там Ильяс хочет эту не давай с Ильясом будем мазать пиццу вот так вот да будем с тобой мазать как папа любит В общем, напишу я все ингредиенты чисто норвежской вот этой пиццы внизу, как они это домашняя, конечно же, не ресторанная, а домашняя пицца, как они любят делать в семье это. Ну, естественно, от бабушки к бабушке они, к дедушке, сыну, к дочери передают этот рецепт. В общем, выдумывать они не любят, все как-то вот примитивно. Ну, в таких классических семьях, конечно. Вот. Ну, а мы, конечно же, разбавляем вот этой вот привитивности их. Вносим что-то новое. Я, в общем, напишу вам рецепт, а вы там выдумываете, как хотите. Добавляю я кетчуп, потому что он дает чуть вкуснее, делает вкус. Иляс, не трогай камеру. Мама! Мама там разговаривает, да. Не трогай! Не трогай! Не трогай! Иди сюда, Иляс. Фарш. Не трогай! Фарш мы накладываем на это. Вот. Потом колбасу, помидоры, лук, сыр. Можно добавить чипсов, но я сегодня чипсы делать не буду. Не хочу толстеть. И нет у меня ананасов сегодня, так что будет такая пицца. Покажу, когда... Вообще, здесь мне не рассказать, не показать ничего могу. Это вот детская пицца. Там только тесто, кетчуп, колбаска и сыр. Ну вот наша пицца взрослая. Я вам уже сказала 10 раз, что там. Ставим на 180 и в духовку. В общем, заканчивается видео про пиццу. Хочу сказать, что Норвегии по пятницам едят пиццу, когда они все устали в течение рабочей недели. Ничего такого не хочется. И в пятницу они готовят пиццу. Это место ужина у них. Они приходят, наливают красное вино, берут пиццу и сидят, смотрят телевизор, просто отдыхают, расслабляются. Ну, в общем, такая пицца. Кому нравится, кому нет, попробуйте. Я считаю, что, в принципе, насчет теста достаточно экономично. А там, в принципе, то, что есть в холодильнике. Ну, вот так. А некоторые девушки, которые приезжают, допустим, в Норвегию, здесь с каждым годом все больше и больше наших девушек. Вот, можете воспользоваться этим советом, этим рецептом и уделить своего мужа, своего друга. Там, по-разному. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Ну, вот на 180 градусов. У меня пока еще не супер-пупер такая духовка. Надеюсь, скоро будет. Ну, вот она, пицца. Ой. Жар. Вот такая. Жаль, ананасов не хватает. Вот, сейчас муж придет, будем ездить.